Но можно предположить Мы вызвали метод H Это скорее просто я показываю Как можно использовать Синтаксис исключений Метод H Тему исключение Оно там летело, летело, летело И в методе L Решили его перехватить Но допустим оказалось Что они его перехватили, остановили Но по большому счету Починить они ничего не могут И они кидают его заново Поскольку у нас двухэтапная система Надо сначала создать экземпляр On new Потом сделать throw Catch останавливает только вторую часть Вместо throw он не расстановлен Но экземпляр готовый лежит Не null Мы можем кинуть его еще раз Если сделаем вот так Эта штука вообще не имеет смысла Мы сделали catch И инвертируем ситуацию Мы остановили и опять бросили Ну может оказываться Что тут возможно Вот такая программа шпион Остановила летящее исключение Записала systemet Mouth printlent Bad 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 Да Плохо, плохо Все И бросила его дальше Просто программа комментатора Ну не знаю почему Это решила сделать Возможно записала Под каким пользователем Это было сделано Ну не знаю почему С таким-то в общем-то Я особенно не сталкивался Может быть это какая-то Системный инструмент Который обязан Всегда где-то записывать Что произошло Ничего менять нельзя Должен только записывать Более реальная ситуация То есть это стратегия Не перехватывать Типичная популярная стратегия Пишу плюс, обвожу Так часто делают Если методы вызывали методы Я сказал, что промежуточные Ничего сделать не могут Нижний сломался У него не было интернета Верхний знает, что делать Когда нет интернета Пользовался Показать окошко Нет интернета Извини Промежуточные методы Пусть никак отреагировать Не могут на это Не перехватывать Перехватывать Ну это собственно Когда вы тот Кто может решить проблему Не позволять ему пройдить Перехватить Атрендерить окошко Или например Использовать альтернативную стратегию Не удалось сохранить сюда Попробовать сохранить сюда Перехватить И повторно бросить его же Ну так можно сделать Синтоксически Но я не видел Что бы так делали Может быть Какой-то такой Экзотический атрибон И наконец Последняя Вот популярная штука Которая просто надо Если верхняя и нижняя Это просто позволяет Синтоксис Не перехватывать Да, можно Перехватывать Можем А вот это Скажем Самая сложная Самая типичная практика И которую Могут спросить На собеседовании Поскольку это Некоторые Законченные Бизнес-действия Итак Допустим У нас есть Сохранение Метод Мэй Вызвал метод Смотри Метод 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 Вызвал метод Сейв 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 Сохрани состояние Сохранить состояние Из чего состоит Там что-то Что-то он делал И кроме того Надо теперь Сейв Ту Сохранить Файловую систему Сохранить состояние Включая то, что надо Что-то отредактировать Послать кому-то Демейл Много каких-то действий Сделать И сохранить Файловую систему Окей Чтобы сохранить файловую систему Нужно для начала Например Create файл Нужно создать этот файл Ну здесь надо Например Create файл Потом Врать ту файл А потом Решишь это сделать Create Дубликат файлов Ну такая Мерикада логика Создать файл Записать файл Закрыть файл Я пишу по одному методу Но скорее всего Этот метод вызывает Пачки других методов То есть он свою работу Порезал на кусочки И вот один из кусочков Сломался Метод Create файл Воспользовался Вместе с новым Допустим Файл Сознаем файл New файл Ттмп Дата Х З Текст И у него должен быть метод Create new файл Это API файловой системе Джайл Проходите Я возьму плохое имя Диск не D будет А диск DDD Нету меня такого диска И теперь смотрите Что получается Ругается Почему Необработанный EOException Проблема в том Что хорошо Ну если я не могу В методе Create файл Если я не могу создать файл То как бы Я проблему решить не могу Я должен бросить дальше Исключения Но если я брошу EOException И здесь EOException И здесь EOException И здесь Схватит EOException То Надо понимать Что это как бы Разные уровни Абстракции Хотим сохранить Состояние Он говорит EOException Какой-то конкретный Рассказывает Четвертый байт Неравен третьему байт И там Вы Подожди Но в целом Хотели сохранить Возможно Смотрите Сегодня тут Save to File System А завтра Здесь будет Не Save to File System А Save to Интернет Правильно А потом еще Save to Database Сохраняем Разные места Получается Что В самом верху Когда вызвали Нетод Сохранить Состояние Они вообще Не хотят Не хотят Знать Тех нескровых Подробностей Сегодня у меня Файл не нашелся А завтра Я сохраняю В интернет У них что-то Другое исключение Будет А послезавтра У них еще Что сломалось То есть Они там Наверху Не хотят Знать Мелкие Низкие Подробности Они в целом Хотят знать Что-то Не получилось И тут Получается Что Вообще говоря Нежелательно Надо понимать Что Когда Проектируется Проба В общем-то У него Получается Некоторые Уровни Уровни Как бы Абстракции Вот здесь Тут Классы С очень Мелкими Методами Создать Файл Открыть Файл Дописать Той 2 Байта Стереть Три Байта Создать Копию Файла Открыть Интернет Послать 2 Байта Получить Ответ Сохранить Перенести На экране Поправить Два пиксела Красный Черный Зеленый А вот здесь Промежуточные А на самом верху У меня есть Главный Класс Что-то Типа Майна Есть Главное Инициализировать Приложение Что-то Открывать Закрывать На экране Инициализировать Ему неинтересно Тут Тут Три Метода Init App Do Work И Close App Метод Init App Инициализирую Приложение Входя на Android Сам Сижу Жду Три Секунды Пока Надо Что-то Сделать Наверху Три Главных Метод Они Вызывают Кучу Других Например Init App Состоит Из Init Базы Данных Init Экрана И Нет Еще Что-нибудь Да Init Экрана Состоит Создай Формочку Нарисуй Левую Кнопку Нарисуй Правую Кнопку Нарисуй Тут Шрифтом Это Еще Ниже Состоит Из Посмотри Если У тебя Экрана Два Пикселя Ниже Пожалуйста Перенеси Шрифтом Что-то Точери Получается Любой Инженерный Проект Это Представляет Собой Иерархию Абстракции То есть Когда Главному Инженеру Говорят Нам построить Мост Он смотрит Сверху Он говорит Хорошо Какая Длина Моста 16 Км Ого 800 Метров Хорошо Какая Глубина Реки Если Глубина Реки Огромная Он не Будет Опираться На Дно Он говорит Мы Протянем Тросы А Какие На краях Грунт Его Интересует Например Марка Железа Из которой Будет Мост Какой Грунт У нас Тут Скала Можем Пристреляться И у нас Чернозем Вечно Болото Какое Тогда Нам Кщебнем Засыпят Главный Инженер Решил Длинного Моста Какой Тоннаж Моста Сколько На Время Машин Будут На 500 Тон 1000 Тон Самый Тяжелый Грузовик Ширина Пропустная Способность Выбирает Проект Архитектурный Спускается Ниже 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 И Сам Низу Самый Маленький Инженер Выбирает Сорт Краски Здесь Часто Идут Кислотные Дожди Кроме Того Тут Грунта Или Грунты Поэтому Нужно Выбрать Вот Такой Сорт Краски И Тогда На 5 Лет Продержится На Мосту И Сорт Железа Такой Заплепки Такие И Далее Как Работать И Мы Постоянно Строим Эти Мосты Мы Проектируем Сверху Вниз Главный Инженер Посмотрел Рассказ Как Надо И Маленький Рам Выполнил Выбрал Сорт Краски Если У нас Работают В обратном Порядке Если У нас Допустим Нечто Очень Инновационное Нельзя Что Большой Толстый Начальник Просто Сделал Приказ А Потом Маленькому Сказали Что Делать Давайте Отправим Зон Солнцу Главный Инженер Отправим Зон Солнцу Я Решил У меня Был Выбор Солнцу К Юпитеру И Винере Я Решил Солнцу Приказ Отлети К Солнцу Тут Космический Корабль Ракета Долетела До этого Делай Нам Броню Он 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 Зеркальным Он Будет Все Отражать А у нас Есть Такое Зеркало Которое Можно Поднести Солнцу Он Отражает Все Лучи И Само Не Греется Полет На Луну Там Тоже Трудности Не Вверху Не Потому Что Президент Америки Наш Янсек Решил Лететь Нет Вот Эти Люди Научили Делать Какие Двигатели И Теперь Ему Человек Подбросить На 100 Километров Получается Проектировать Снизу Вверх Но Все Ром Надо Понимать Что Любой Инженерный Проект Удается Сделать Только Потому Что Есть Уровни Абстракции Проект Это Не Набор Миллионов Деталей То есть В Советском Союзе Было Две Мощных Программы Это Ядерная Бомба Полет Чайка В космос В каждой Программе Участвовало Миллион Человек Соответственно Там Наверху Когда Делали Ядерную Бомбу Руководил Всем Былочейка Физик Курчатов Сталина Был Берия Они Не думали Из чего Там Корпус Этой Бомбы Делать Сколько Дырок Какие Гайки У них Серьезный Вопрос Добыть Уран Плутоний Нужно Держать Все В секрете Нужно Контролировать Ощипление Дра И еще Что Так вот Программирование Точно Так же Удавалось Это удержать И реализовать Сроки Потому Что На самом Верху Самые Важные Начальники Оперировали Очень Большими Штуками Держать Секретности Построй Фабрики По добыче Урана Обогатить Его Изобрести Корпус Обсчитать Математически Что он Нешарахнул Пока Моглезли В инженерной Практике Делается То же Самое И в итоге Получается Что Исключение С Ретерном Такой Проблемы Нет Если Вот Этот Метод Сделал Ретерн 12 И 7 То Автоматически Она Самой Верху Не Окажется Кто-то Здесь Вызвал Это Этот Метод Вызвал Он Вернул Здесь Кто-то Вызвал Синус Синус Что-то Обсчитал И вернул Здесь Его Взяли Его Пользуются И наверх Возвращают Более Ценную Информацию Более Высоко Уровневый Возвращают 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 С exception Проблема В том Что Если exception Тут Кинули И Никто Не Перехватил То Он Так И Летит И Он Может Прилететь На Самый Верх Значит С Какой-то Странной Цифрой Самого Низа Это Вроде Как Министерство Заказывает За 100 Миллиардов Гривен Много За миллиард Гривен Построить Мост А Приходит Отчет Самого Нижнего Инженера О том Что Марка Краски РМБ6 Красная Наверное Не Подходит Давайте Оранжевую Они Естественно Думают Что Делать Вот Исключение Это Механизм Который Если И Перехватить То И Летит Там Кинули Какой-то Очень Низко Уродив Exception Файловой Систем Не Хватило 6 Битов И Оно Полетит И На самом Верху На самом Высокогорг Странное Исключение Который Сообщает Такую Мелкую Деталь Что И Здесь Это Неинтересно И Поэтому Для Каждого Уровня Порождают Свой Тип Исключения Вот Здесь Неинтересно Что Там Произошло С Файлами Здесь По сути Хотят Видеть Следую Исключение Хотят DB Init Exception Проблема В Инициализации Базы Дат Они Хотят Зачем Именно Проблема Ваша Версия Чего-то Не совпала С версией Чего-то Пожалуйста 3бита Это То Место Самое Верху Когда Перехватили И хотят Просто Клиенту На окне Отрендерить Простите Проблема С базой Дат Ими Нужен Сверхнетальный Рассказ Они Это Не будут Клиенту Показывать Но На уровне Ниже И в общем-то Делиться Что Именно Произошло То есть Получается Вот эти Детали И Создается Иерархия Исключений То есть Смотрите Save State Да Здесь Будет Save To File System Хорошо Проблема Работы С файловой Систем Все равно Какие Я Создаю Класс File System Exception Здесь Я Переопределяю Это типичная Крафика Конструкторы У меня Предка На выбор Куча Конструкторов Но Это Будем Дальше Про Фазицию В том Что Если У Моя Предка Есть Куча Конструкторов То Я Тоже Обязан Я Обязан Я Не Получаю Их Всех Метод Я Получаю Но Конструктор Я Хотя Бо Один Должен Вызвать Я Каким-то Образом Должен Сконструировать Все Предка Предка Я Образом Конструктор Без Аргументов Это Плохая Практика Берем Вот Такой Я Строю Конструктор Который Получит Сообщение Из Равейбл И Вызвал Конструктор Предка И Теперь В методе Create File Я получу Какой-то EO Exception О чем Ошибка Вода Вывода Нет Смотрите Я Перехватываю Кидаю Новое Исключение File System Exception Вот Отсюда Вылетает Тот Exception Который Кинул JDK Вдруг В другой Версии JDK Будет Другой Exception Нет Давайте Я все Перехвачу И кинул Свой Exception В котором Я сообщу Что Смотрите Что я За Месседж Сделаю Во-первых Я скажу Точно С чем Была Проблема Я скажу Что Error One Save Two File Плюс Я Это Past Name Дам Сапшу Месседж Я же Абудал С этим Файлом Хорошо И Смотрите Важный Момент Я Остановил Предыдущее Исключение И кидаю Новое С единственной Целью Поменять Уровень Абстракции То есть Большой Начальник Получил Отчет 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 Проанализировал И дает Министерство Более важный Отчет Например Маленький Начальник Говорит Красная Краска Не подойдет Оранжевая Тоже Не подойдет Мы все Проверили Из-за химии Эрозии Ионы Катионы Большой Начальник Не должен Этот отчет Передавать Выше Он Выше Передает Что При таком Типе Грунтов И при таком Количестве Осадков У нас Проблема С акриловыми Красками Я не могу Подобрать Краску Я маленького Мучил Он не может Подобрать Краску Которая Продержится 10 лет Еще Более Высокий Перехватывает А у него Много Начальника А вот Пробуют Акриловую Краску Тот Масляную Краску Тот Акриловый Дал Сбой Масляный Дал Сбой Все Дали Сбой Он Наверх Передает Что При Такой То есть Нижний Скал Проблема С покраской Акриловой Краской Это Вообще Проблема С покраской Этого Моста Он Будет Непровольно Ржавить И Они Перехватывают Возможно Где-то На Более Высоком Уровне Человек Перехватил И Выше Не Бросит Эксепшн Он И Так Давайте Сделаем Керамическим Титановым Он Маленький Мы С титана Сделаем Или С нержавейки То есть Получается Здесь То же Самое Мы Остановили Какой-то Низкоуровневый Эксепшн Кидаем Более Высокий В данном Случае Синтаксический Язык Джава Не поддерживает Никаких Уровней Абстракции Смотря На Класс Исключения Невозможно Понять Что это Очень Абстрактный Высокоуровневый Эксепшн Вообще Не могу Сделать Серьезные Проблемы С законами Физики От Мелкого Исключения Что проблема С маркой Краски Это Исклюзивительно Все В голове Разработчика Пускай Человек Разрывают Модули Он Решается Создает Новый Класс А потом Рассказывает Класс Важный Класс Неважный С Эксепшн То же Самое Так вот Я остановил Низкоуровневое Исключение Кидаю Более Высокоуровневое Я туда Не напечатал Текст Но проблема В том Что Вот то Низкоуровневое Вот это Е Возможно Содержало Важную Информацию Во-первых Оно содержало Точно Stack Trace В какой На строке Была поломка Когда я сделал Catch И генерирую Свой Эксепшн То у этого Эксепшна Будут Stack Trace Ну вот Этой Строки А поток Возможно Сломался Внутри Кроме того У него Может быть Очень Интересный Месседж Например Вот эта Штука Знает Почему Не удалось Создать Файл Может быть У меня Нет права На доступ К этой Директории Может быть Имя файла Включает Запрещенные Символы Может быть Имя файла Слишком Длинное Может быть Может быть Файл с таким Именем Уже Существует Я этого Не знаю И остановил И просто Говорю Я хочу Более Абстрактное Исключение Поэтому Я могу Внутрь себя Запечатать Другое Исключение Обозначить Все Сигнатуре Этот Допустим Сайф Файл Систем Он Дает Ну Тут Все Нормально Пропущу Видите Метод Сайф Стоит Сохранить Состояние Он Вызывает Метод Сегодня Сохранить Файловую Систему Которую Выкидывает Файловая Система Эксепшн Но Вообще В этом Методе Когда Его Вызывают Никто Из Вызывающих Не говорит Ни про Файловую Систему Просто Нажали Ctrl S Поэтому Рассказывать Об ошибках Файловой Системе Нехорошо Потому Что Если Сегодня Здесь Save To File System И File System Exception А завтра Будет Save To Internet В Амазоновское Облако Будет Другой Exception То есть Мы Низкоуровневые Детали Меняем И Там Меняются Репорты Об Ошибках Поэтому Есть Идея Перехватить Это Исключение И Скинуть Еще Более Высоко Уровневое So New Save Exception Возьмем 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 Я могу Рассказать Интересную Информацию Например В этом месте Я знаю Информацию Какого Пользователя Я сохранял Там Ниже В этом методе Но Не было Юзера Мне просто Дали Байтов 500 штук И говорят Сохранили Возьмем Возьмем Я знаю Какой Пользователь Был Когда Он Залогинился Какую Интересную Информацию Я добавляю И даю Причину Метод Еще Более Высокого Уровня Он Например Знает Почему Он Решил Сохранить Состояние Ему Интересно Что сломался Файл Он По какой-то Причине Решил Сохранить Состояние Возможно Потому Что Это Авто Сохранение Раз В 10 Секунд Сохраняем Возможно Пользователь Нажал Ctrl S Возможно Приложение Завершает Свою Работу Он Может Обернуть Еще Более Высоким Эксепшеном Опять Это Уже Особенности Проектирования То есть Поскольку Исключение Является Совершенно Полноценными Классами То Мы Проектируем Иерархию Исключений Классы Другого Наследуют Точно Так же Как Проектируется Иерархия Класса Когда Приложение Маленькое Может Все решить В одном Методе Майд В одном Классе Нам Эксепшены Не нужны Мы Прямо Тут Все Вычислили И все Но Когда Мы Порождаем Достаточно Большой Мобиль И у нас Появляется 100 Классов И это Только Маленькая Часть Большого Проекта То Оказывается Что у нас Много Способов Поломаться Много Разных Классов Много Эксепшенов И эксепшены Сами Когда Есть Очень Много Понятно Что Есть Мелкоуровневые Детали А есть Высокоуровневые И вот Там Появляются Иерархии Исключения Просто Во всех Фрейнбергах И во всех Реальных Продакшн Проектах Там Количество Классов Хотя Начинали 500 10 Программистов Пишут Проект Год Классов Много Там Возникает Много Исключений Которые Образуют Между собой Иерархии Главное Исключение Предок Исил Потомки Исир Иерархии Абстракции Это серьезное Исключение Оно значит Очень много Чего Это Конкретное И вот Такая Система Теперь Если Я Это Дело Кину Ну Вот Видите У нас Вот Рассказ Какой-то Это Мой Рассказ Вот Ошибка Когда Создавался Файл Вот Я Выдал А вот Это Неудачно Винбл Пыталась Мне Рассказать Видимо На русском Языке В непонятной Кодировке Почему Файл Не Сознал И Тут Вин Энки Файл Систем Крестью Файл Что Ты знаешь Что Он Делал Это Типично Происходит Если Сейчас Не Совсем Понятно То В данном Случай Непонятна Надобность Этого Это Потому Что Надо Писать Большой Модуль Вот Еще Раз Приведу Попробую Пример Смотрите Я Получил Задание У меня Есть Один Месяц Я Должен Решать Задачу Чтобы Моя Туза Печатала На Принтере Сейчас Она Вообще На Принтере Не Печатает Поэтому Я Делаю Класс Принтер Ну Это Очевидно У него Будет Метод Принт Но Прежде чем Печатать На Принтере Я Должен Каким Образом Найти Сколько У меня Принтеров Подключены Какие Их Модели Если Там Драйвера Загружены Или Они Работают Какая Очередь Документов Цветной Принтер Или Черно-белый Матричный Или Струйный И Появляется У меня Очень Много Классов Сотня Скажем Сколько У меня Принтеров Если Принтера Более Одного Я Видимо Клиенту Должен Показать Окно Выбери Принтер Получается Я Трачу Целый Месяц Я Тестируюсь На разных Принтерах Ноутбук И По Вайфаю И По Блютусу Все Печатаю И Когда Человек Захочет Распечатать Из Соседней Комнаты Он Интегрируется Кнопку Ctrl-P Обрабатывает Сохранить Я Говорю Знаешь Сделай New Принтер Принт И Даешь Документы И Оттуда Выветает Видимо Принтер Эксепшн Я Вызываю Принтер Принт Оттуда Принтер Эксепшн Но В реальности Принтер Эксепшн Может быть Связан С тем Что Принтер Матрич Но У него Залипла Какая-то Там Иголка При Переводе Бумаги Ее Пожмакало Но Суть В том Что Человек Когда Вызывает New Принтер Принт Он Не Хочет Знать Про Какую-то Иголку Матричного Принтера Он Хочет Наверх Получить Вызывает Принт Получает Принтер Эксепшн Мелкие Детали Особенности Струйного Принтера То есть Если Я этого Не Сделаю То Метод Принт Будет Иметь С Роуз А там Полторы Сотни Эксепшн Третья Иголка Матричного Принтера С Роуз Третья Иголка Матричного Принтера Залипла Запятая У тебя Струйный Принтер Зеленой Краски Не хватает Запятая Очередь Задач Сильно Большая Запятая У тебя Два Принтера Не могу Выбрать Отдельный Запятая Но ему Наверху Это Неинтересно Это Можно Делать Но это Просто Сверх Детальный Отчет Ему Нужен Большой Эксепшн Он Вызвал Метод Принт Назад Бах Получил Отдачу Не Работает Но При Этом Поэтому Эксепшн Образует Одно Связный Список Есть Принтер Эксепшн Все Оставят Кэтч По Принтер Эксепшн Получает Если Он не хочет Разбираться У него Модель Очень Простая Вызываешь Принтер Если Не Напечатало Получаешь Принтер Эксепшн Если Хочешь Причину У тебя Есть Дет Кост Который Ссылается На Нечто Более Детальное Не Просто Принтер Эксепшн А Здесь Допустим Есть Конкретное Слишком Много Задач Нет Принтера Принтера Более Одного Не Могу Выбрать Какие Принтеры Могут Проблемы Проблема С бумагой Проблема С самим Принтером Проблема С расходными Материалами Краска Закончилась Дальше Краска Закончилась Я Просто Чувствую Краска Закончилась Если Что Я Цвет Закончился Сколько Было Просто Механизм Реализован Вот так Я Хватаю За хвост Он Очень Общий И Я По этому Списку Могу Выяснить Тонкие Детали Того Что Произошло Но В жизни Я вам Скажу Что Никто Программно Туда Не Ходит Чаще Чаще Переходи В Эксепшн Его Печатают В Консоль Или Файл Логов Он Выглядит Вот так Как Мы Только Что Видели Вот Это На Фоне И Человек Потом Сидит Когда Все Пало Сидит И Читает Ну Смог Расскать Про Имя Файла То Есть Надо Сказать Что В Этом Смысле Эксепшн И Это Достаточно Развитый Механизм Как If Или For Такой Встроенный В язык Конструкция Только Намного Более Сложная Есть Совсем Простой If Есть Более Сложный Свитч А Это Еще Более Сложная Штука Но В целом Это Не Более Чем Синтаксическая Штука Как Ее Использовать Как Использовать If В вашем Проекте Ну Как Есть Правила По которым If Работает Если True Делается Он Иначе Делается Else А как Вы Используете В своем Проект Зависит Вашего Проекта И На самом деле Чаще Всего Как Именно В вашем Проекте Используется Исключение Какая Практика Работы С Состояние Проекта И Он Решил Что Мы Обрабатываем Ошибки Так Мы Строим Такую Рахию Исключения Или Мы Вообще Ничего Не Перехватываем То В этом Случае Уже Непосредственно Как Использовать Исключение Зависит От Конкретного Проекта В Задании Дается Общая Характеристика А Дальше Команда Опытные Бойцы Советуясь Вырабатывают Общие Практики Вы Пишите Интернет Магазин Его Реклама Будет Потрачено 200 Тысяч Доллар Еще Следующий Интернет Магазин Никогда Не Должен Падать Человек Набирает URL Заходит Super E-shop Home Он Не Должен Видеть Stack Trace Магазин Не Работает Вы Должны Обеспечить Чтобы Оно Работало Если Пишите Приложение Под Android Человек играется Играется Бах Она Упала Перезапустит И все Если У каждого Тысячного Пользователя Android Приложения Упадет Это Компьютерная Игрушка То Ничего Страшного Не Будет Если Вы Напишите Быстро Оно Классное Оно Гребется Я не знаю Падают они или нет Всем нравится И нравится Не потому Что Они Не Падают Они Нравятся Потому Что Птички Классно Летают А Если Покупая Холодильник То Мне Наверное Что Он Никогда Не Загорелся Это Электрический Прибор Отсюда Вырабатывается Есть Четкие Требования К Каждому ПО Может Сломаться Как Действовать Когда Беда Небольшое Приложение Может Разрешить Свою Работу И Все В принципе Это Фарфокс Делает Упал Все Перезапустил Приложение Критическое Уже Так Не Может Делать Интернет Сайт Делать Не Может Потому Когда Клиент Заходит А Он Не Работает Это Жутко Отдражает Клиента Это Очень Плохо Для Рекламы Соответственно Собираются И Начинают Тим Лид И Ведущие Разработчики Проекта Тим Лид Отвечает Разрабатывать Все Вместе Как Мы Делаем Что Делаем Если Не Можем Работать Сбой Файловой Системе Человек На нашем Форуме Пользуется И Хочет Залить Себе Новую Аботанку Он Заливает А Мы Не Можем Сохранить Файловой Систем Это Мелочь Он Заливает Свои Фотографии С Фотоаппарата Он Летом 300 Фотоаппарат Сделал Заливает У нас Сайт На котором Можно Завести Себе Профайлы Залить Та кучу Фотоаппарата А мы Не Можем Сохранить Файловую Систему Что Мы Делаем Файловая Система Вытяну Эксепшн И Дальше Начинается А почему Она Сломалась Может Что Нам Делать Попытаться В другое Место И Соответственно Вот Эти Рассуждения В ходе Всего Проекта Они Рождают Типичные Стратегии Обработки Исключений То есть Исключение Это сигнал О том Что Мы Не Можем Работать Вопрос В том Что Мы Должны Сделать В Некоторых Случаев Код По Обработке Исключенных Ситуаций Может По Объему Соизмерим С Кодом С С С С С Может Критически Важная Система Допустим Там Внутренняя Система Перечисления Деньги Приват Банки Работа С Банкоматом Данет 5000 Банкоматов Когда Программеры Пишут Эту Систему Они Даже Предположить Не Могут Как Она Будет Сбоить Банкомат Можно Приехать Вырвать Повторить Гузарик Приехать Дома Разобрать После Он Работает Приехать И Случай На месте Его Подключить И Начать Снимать Деньги То есть Они На сервере Могут Обнаруживать Очень Странные Ситуации 5000 Банкоматов Могут Очень Странные Сбои В сетях Такие Каких Они Даже Ожидать Не Могут Они Работают С чужими Деньгами Кроме Того Сейчас У них Права От Банка Очень Круто У них Максимальное Количество Банкоматов Максимальное Количество Клиентов Но Если Оказывается Что У Десяти Тысяч Пенсионеров Случайно Снимут По 100 Гривен То Крику Божет Столько Что Возможно Репутационная Потеря Банка Будет С измеримостью Банк Закрывать Все Никто Не хочет Пользоваться И Соответственно Код По работе Например С деньгами Финансовых Систем Обработка Сухих Ситуаций По объему Может Превышать Саму Систему Банкомат Работает Просто Став Карточку Проверили Иди Взяли Счет Сколько Там 2000 Гривен Сколько Хочешь Снять 100 Рублей Получу 100 Рублей А что Делать Карточка Битая А если В этой Карточке Более Трех Раз Набирали Неверный Пароль А если Система Обнаружила Что Одна И Та Карточка С Одним И Тем Ж А Дом Я Научился Делать Копии Карточек Получается У них Обработка Исключений Обработка Странных Ситуаций По Су Дела Превышает Объем Совых Систем Там Соответственно Люди Вырабатывают Совершенно Свои Методики Которые Итак Давайте Дальше В данном Случае Это Уже Инженерные Проблемы Проектирования Системы Которые Решаются В счет То Что В команде Должны Быть Где-то Старшие Более Опытные Люди В которых Есть Опыт В других Проектах Или Они Знают Правильные Книги Или Правильные Друзья Они Совещаются Вырабатывают Решения И Просто Сообщают Итак Вот Это Почему Такая Странная Корень Иерархии Ну Например Вообще У ссылочных Типов Корень 0 И Java Lump Object Почему Почему Тут Корень И Состоит Из 4 Да Это Класс Естественно Там Его Главный Предок Это Общий Такая Жествен Как Все Остальные И Следующим Кроме Того Что Здесь Это Чек Это Unchecked Это Чек Это Unchecked И Следующим Самое Главное От Сравей Бла Наследоваться Нельзя Почему То есть Я считаю Что Это В общем Большая Ошибка Разработчиков Java Что Они Не Запретили От него Наследоваться Синтаксически Этого Сделать Нельзя Если Я Класс Объявляю Финальный От него Нельзя Наследоваться Но У нас Есть Два Потомка Поэтому Его Финальный Нельзя Объявить Но Это Авторы GDK Они Чек Это Чек Сделали Они Могли Вести Правила Которые Я Не Могу Повторить Но У Этого Класса Два Потомка И Все Идея Следующая Что Смотрите В общем-то Все Исключительные Ситуации Джай Должны Быть Либо Эррорами Либо Эксепшенами Это Отражается В том Виде Что Его Даже Записывает Его Эксепшен Это Эксепшен Out Of Memory Эррор Это Эррор Даже Договоренность Что В общем-то На Уровне Имя Класса Обязано Включать Эксепшен Или Эррор Налево Или На Право Других Кроме этих Гуг Наследников Сровейбл Быть Не Должно Синтаксически Можно Я Могу Наследоваться Но По Семантике Это Как Запрещено Все Авторы Языка Говорят Пожалуйста Не Наследуйтесь Почему Почему Здесь Две Ветки Потому Что Эрор Борщина Имеет Право Кидать Только Виртуальная Машина Смысл Эрора В том Что Это Серьезный Сбой Который В общем То Вы Как Программист Исправить Не Можете Out of Memory Arrow По Шуму Видели Кончилось Пайм Все Хипа Нет 8 Гигабайт Не Хватило Я Как Программист Ничего Сделать Не Могу То Пока У Маленький Смешной Пример Я Могу Что Сделать Когда Я Скуртил 25 Фрейбер У Нас 50 Чей Это Все Дело Писало Мы Запустили На Сервер Пришли Клиенты И Память Закончилась Мы Ничего Сделать Не Можем Быстро Найти Фрейбер Который Сажал Память И Выкинуть Его Не Можем Он Что Делает В Общем Если Мы Упали По Эрору Надо Смотреть На Auto Фомер Arrow Либо У нас Серьезная Бага В Коде И Гарбач Коллектор Не Убрать Память Либо Надо Докупить Еще 200 Гигабайт Памяти Поставить На Сервер И Пусть Работает Здесь Надо Понимать Что Есть Такая Социальная Проблема Допустим Зарплата Заказчику Внешний Рейд Харьковского Медла По ПХП 22 Тире 26 Долларов Час Это Сколько Заказчик Платит За Медла По ПХП Джарист Ты можешь Цифру Которые Славную Свежую Знаю Итого Получается Что Джарист ПХП Обходится Клиенту Где-то В 4 Тысячи Долларов В месяц Это Значает Что Если Придется Чинить Проблему Одному Программисту Один Месяц Заказчик Придется Зарплатой Перечистит Вот Столько Вопрос Сколько Стоит Еще 64 Гигабайта Памяти Ну Явно Меньше Ну Тысячи Долларов То есть Во многих Случаах Когда Возникает Серьезные Сбои Нехватка Ресурсов Слишком Славенький Процесс Не хватает Паники То Намного Проще Просто Взять И купить Железо Еще на Тысячу Долларов Не Понятно Что Программе Вы столько Не дадут Ему Дадут Меньше А может Еще Меньше Заказчик Говорят Следующее Нам Нужен Месяц Чтоб Починить Или Давай Купим Железо Новое Он Смотрит Давайте Железо Купим Итак Out of Memory Rore Сломалось Надо Просто Брать Комп С Большей Памятью Запускать На нем Мы Не Можем Починить Мы Сделали Кэч По Out of Memory Rore И Что То есть Мы Сломались Не потому Что Плохие Аргументы Или Stack Overflow Error Человек Написал Алгоритм Который Входит Неограниченную Рекурсию А мы Не Умеем Неограниченную Рекурсию Считать Все Сам Алгоритм В коде Имеет Проблему Поэтому Error Кидает Виртуальная Машина И мы Не должны Делать По Нем Кэч Объясняю Синтаксически Мы Можем Создавать Error И От Наследников Error И От Наследников Сравей Кидать Стать Поним Кэч Все Работает Компилятор Пропускает Но В общем Это Нарушает Некоторые Традиции Скажем Так В этом Сыске В Джаве То есть Джава Можно Сказать Она Выросла На С Плюс Плюс То есть Как Так На Бизнес Рынке Проблемы Которые Не Мог Решить С Плюс Плюс Он Решал И Плохо Появилась Джава И Начала Я Решаю Эти Проблемы Я Решаю Программируйте Только На Джаве Программируйте На Джаве Одно Из Проблем С Плюс Плюс Было В том Что Нет Общего Стиля Программирования С Плюс Плюс Сам Страуструб В своем Талмуде Пишет Что С Плюс Плюс Мультипарадительный Язык Можно Программировать Так Так И Сам Автор Говорит Можно По-разному Программировать Джаве В этом Смысле Авторы Языка Изначально Писали Книги Инструкции Где Указывали Наши Программировать Вот так Нет Компилятор Пропустит Разное Но Пожалуйста Товарищи Тим Лид Ответ Следите За Тем Чтобы Например Имена Методов Были С Маленькой Буквы Метод Можно Звать Как Угодно Большой Буквы С Они Так Сильно Это Дело Проводили Джедак Такой Стиль Полностью Получилось Что У всех Джаристов В мире Есть Один Общий Стиль Программирования Который Официально Не Описан Можно Поискать У каждой Конторы Есть Своя Объяснение На Ком Стиле Писать И У всех Они Совпадают Из Яркого Класса Большой Буквы Метод С Маленькой Буквы Имена Перемены С Маленькой Буквы Поля С Маленькой Буквы Если Есть Поле Которое Статики Финала Напишется Большими Буквами Через Подчеркивание Какие Тут Правила Так Вот Работа С Исключениями Тоже Достаточно Достаточно Джарист Сообществе Стабилизировано Итак Джарист Не Должен Делать Других Наследников Сравей Блок Джарист Не Должен Делать Кетчфа Сравей Блок Джарист Не Должен Кидать Сравей Блок Сравью Сравей Блок Должен Должен Должен